Здравствуйте! На портале экзогет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем эпизод Фомари и, прежде всего, сосредоточимся на значении слов, которые произносит Иуда. В 26 стихе 38 главы книги «Бытия» он говорит «Она правее меня» о Фомаре. История о Фомаре рассказывается как некая вставка в очень обширную и яркую сагу об Иосифе и его братьях. Последние книги «Бытия» целиком посвящены истории Иосифа и его братьев на основе этих нескольких глав книги «Бытия». Томас Манн написал целый роман «Иосиф и его братья». Действительно, этот эпизод один из самых ярких, насыщенных в Священном Писании. Он насыщен событиями, психологическими деталями, драматическими перипетиями. Это очень интересная история. И вот где-то как бы в скобках рассказывается история Иуды и Фомаре, потому что после того, как Иуда избавился от брата, он отделяется от своей семьи, поселяется отдельно, и его история в какой-то момент имеет свое самостоятельное развитие. Возникает вопрос, какое же отношение эта история имеет к тому, что происходит с главными персонажами, прежде всего с Иосифом, потому что все наше внимание сосредоточено на нем. И здесь очень важно увидеть определенные переклички, параллели, которые существуют в этих историях. Во-первых, мы видим, что в семье Иакова все складывается очень неблагополучно, там очень сложные отношения. И мы видим, что Иаков оказывает какое-то предпочтение Иосифу, он любит Иосифа больше, чем других сыновей. Естественно, это вызывает тревогу, зависть, ревность братьев, и все это закончится трагедией, потому что изначально в этом была какая-то неправда. В действительности, Иаков в чем-то неправ в этой истории. И мы видим, что все, что происходит, это не просто какие-то индивидуальные события, вот что-то случилось с каким-то одним персонажем и случилось, и осталось в прошлом. Нет. Мы видим, как те же самые сценарии, те же самые ситуации повторяются из поколения в поколение. И вот действительно в истории сына повторяются некоторые моменты жизни его отца. И вот главные действующие лица – это Иаков и Иосиф, отец и сын, и у них много общего. Прежде всего, и у того, и у другого матери долгое время считались бесплодными и Ревека, и Рахиль – бесплодные женщины. И у того, и у другого только один брат. У Иакова близнец Исав, у Иосифа будет Вениамин. И оба они каким-то сомнительным путем приобретают свое право на первородство. Они действительно занимают главное место в семье, и все это вызывает сомнения. Конечно, другое сходство между ними, и тот, и другой видят сны. Иаков видит лествицу с ангелами. Иосиф постоянно видит какие-то пророческие сны. И оба оказываются в изгнании. И какую-то часть своей жизни, значительную часть своей жизни проводят вдали от родительского дома. Поэтому мы видим, что то, что происходит с Иосифом, это каким-то образом перекликается с историей его отца. Сын становится продолжением своего отца. И другой очень важный мотив, который проходит сквозь всю книгу бытия – это вражда между братьями. Это началось с Каина и Авеля. Здесь десять братьев продают в рабство или как-то пытаются избавиться от своего соперника. И вот этот образ, когда братья продают или предают или выдают своего брата в руки врагов, конечно, делает Иосифа прообразом Христа. В действительности, этот мотив необъяснимой ревности, мести, зависти братьев становится главной причиной всех несчастьй. И одновременно в нем и разгадка проблемы спасения совершится в тот момент, когда братство будет восстановлено. Когда братья друг друга примут как братья, а не как соперники. И поэтому ошибки и грехи предков, они не являются чем-то единичным. Это как некая наследственная болезнь, которая передается и постоянно воспроизводится в каждом поколении. Не только самые лучшие, не только добродетели, но тоже и худшие привычки и недостатки. Сыновья наследуют от своих отцов и передают из поколения в поколение. И вот поэтому историю Иуды и Фомарии тоже нужно прочитать именно в единстве со всем замыслом и со всем, что происходит вокруг. По-настоящему эта история вплетена в ткань повествования об Иосифе и его братьях и всей семьи Иакова. Поэтому будем читать не просто какой-то единичный эпизод, но прежде всего стараясь увидеть в нем какие-то параллели, какие-то эффекты дежавю, как будто что-то похожее уже с кем-то происходило. И вот точно так же, как Иосиф спускается в Египет, так же и Иуда мы увидим, он спускается в соседнее селение для того, чтобы там постричь свои стада. Иаков узнает по одеждам о том, что погибший действительно является его сыном и что с ним случилось несчастье. Точно так же Иуда получает в руки какой-то драгоценный предмет, по которому узнает ту правду, которая от него была скрыта. Имеет смысл напомнить хотя бы в двух словах содержание этой истории. В книге Бытия рассказывается, что Иуда, отделившись от своих братьев, берет себе в жены дочь Хананейна, у него рождаются три сына, и старшего сына он женит на Фомаре. Но поскольку сын был нечестив в глазах Бога, то, говорится, Бог отнял у него жизни. Здесь в силу вступает закон Левиарата. Если брат умирает, не оставив потомство, то у него есть шанс. Если будет продолжение рода от его младшего брата, то они будут считаться его потомками. Поэтому это такая метафизическая милость, которая оказывается умершему родственнику. И поэтому по закону Левиарата, по обычаю, Иуда отдает Фомарь за второго сына. Имя этого сына Анан, и это имя нам хорошо знакомо, потому что оно связано с тем грехом, который называют ананизм. Анан делает все для того, чтобы его старший брат не имел потомков. И в глазах Бога это выглядит тоже как нечестие, поэтому Бог его наказывает. Анан своим поступком навлекает на себя гнев Бога и умирает. И поэтому сказано, Бог убил Анана. Итак, остается неразрешимая проблема. Что делать Иуде? И, к счастью, третий брат еще достаточно молод, и поэтому под этим предлогом он отсылает Фомарь в дом отца, чтобы она носила траур по умершим мужьям. Но в действительности он ее обрекает на бесчестие и ставит в очень сложную ситуацию. Потому что, вернувшись в дом отца, Фомарь имеет статус замужней женщины. Что это означает? Это означает, что она не имеет права выйти замуж. И если вдруг она родит ребенка от какого-то другого мужчины, это будет восприниматься как преступление, и она, собственно, попадет под закон о смертной казни. Поэтому она оказывается в тупике, и ее ситуация по-настоящему трагическая. Иуда считает, что причиной всех несчастья сама Фомарь. Действительно, существует обычай, женщины, у которой умерли два мужа, в принципе, в третий раз ее уже не выдают замуж из какого-то суеверного страха. Потому что всегда можно предположить, что вина действительно в ней, как будто ее тело несет в себе какое-то проклятие или какую-то силу, которая умерщвляет ее супругов. И в народе такой тип женщины называют черной вдовой. Поэтому Иуда для себя решил, что Фомарь черная вдова, и поэтому, во-первых, по обычаю она не имеет права в третий раз выходить замуж, поэтому как будто его руки развязаны. Он как будто прав, он на его стороне обычаи и закон. Но на самом деле здесь есть какое-то лукавство, потому что из истории мы ясно узнаем, что вина не в Фомаре, вина в поведении ее мужей, она ни в чем не виновата. Но она становится жертвой этой несправедливости. Итак, она удаляется в дом отца, она носит траур, и дальше вдруг судьба разворачивается совершенно по другому сценарию. Ей сообщают о том, что ее свекр отлучился, он идет в соседнее селение для того, чтобы там постричь своих овец, и означает, что она может предпринять какие-то решительные действия. Потому что человек, который выходит из селения, отправляется в дорогу, путник, он всегда в таком уязвимом положении, и поэтому она может нечто предпринять. Что ей делать? Она не может выйти замуж ни за кого постороннего. Единственное, кому она может обратиться за помощью, потому что она любой ценой желает иметь потомство, и в этом смысле она совершенно права. Это желание совершенно праведное. Конечно, она должна обратиться к самому близкому родственнику, к отцу ее умерших мужей, для того, чтобы каким-то образом решить эту ситуацию. Итак, здесь мы видим очевидное противоречие. Фомарь вступает в противоречие, в конфликт с законом и с обычаями. Во-первых, ей запрещено третий раз выходить замуж, и ее история как будто уже закрыта. Но, тем не менее, история должна иметь продолжение. И что же нам делать? Нужно либо поступиться законом, отменить закон, сделать вид, что его можно нарушить, но закон нарушать нельзя. Юристы в таких случаях прибегают к толкованию закона, потому что закон всегда можно истолковать таким образом, чтобы как-то мягко легализовать то, что вообще-то является вне закона. И поэтому история Фомарь, она становится вот такой очень двусмысленной. Она совершает, с одной стороны, нечто предосудительное, но, с другой стороны, она не одна. В Ветхом Завете есть другая женщина по имени Руфь, Моавитянка, и она тоже идет на нарушение закона. Дело в том, что закон запрещает, чтобы в семью иудейского народа вошла иностранка, Моавитянка. Но Руфь идет на хитрость, она ложится рядом с Ваозом. От этой встречи рождается потомство, и мы знаем, что благодаря этому царская династия продолжает свое существование. Ее жест – это прямое нарушение закона, но именно благодаря ее решимости история, священная история продолжается вперед. И все-таки, как с этим быть, как принять это, что все так неоднозначно? Вы внимательно можете сами прочитать дальнейшее развитие истории. В конце концов, Фомарь беременна, Иуда узнает о том, что она ждет ребенка, и поэтому ее должны предать сожжению за грех, потому что ее обвиняют в прелюбодеянии. Поступок, который совершает Фомарь, потрясает всегда своей деликатностью, потому что она могла бы публично, или ее родители могли бы публично сказать, что она не виновата, а виноват Иуда, потому что все доказательства имеются, все улики преступления имеются. Она этого не делает. Она втайне отправляет своему свекру вещественные доказательства, тем самым, как бы придавая себя в руки его праведности, полагаясь на его совесть. И Иуде ничего не остается сделать, как признать ее правоту. Она более права, чем я, она более праведная, чем я. И, может быть, вот эта деликатность, с которой Фомарь настаивает на своей праведности, может быть, служит окончательным и самым убедительным аргументом. Она могла бы придать позору своего свекра и тем самым сохранить свою жизнь, но она так не поступает. Она подвергает себя в очередной раз смертельной опасности, но для того, чтобы оставить незапятнанную честь семьи своих мужей. Конечно, тот факт, что она вдруг оказывается в категории «черной вдовы», и здесь мы сталкиваемся с суевериями. Очень часто в жизни религиозных людей торжествует не разум, не размышление, а торжествует слепое суеверие. Поэтому, увы, Иуда тоже в данном случае поддается своим суевериям, и всегда в таких ситуациях голос закона молчит, включается презумпция виновности, потому что если есть проблема, то, значит, есть чья-то фамилия, имя, отчество, который виновен в этой проблеме, и таким образом находится всегда виноватый, как будто проблема решена. И Иуда мог бы последовать этой логике, но, к счастью, Господь все это отвратил. Он отводит обвинение, которое повисло над Фомарью, и тем самым как бы спасает и ее, и спасает всю семью, и история имеет дальнейшее продолжение. Потому что, в принципе, Фомарь воспринимается, вот как в средние века воспринималась ведьма, которая несет вот какую-то таинственную силу, имеет черную власть над другими людьми. Но она ни в чем не виновата, она не совершила никакого беззакония, и она просто жертва несправедливости. И от того, что чьи-то фантазии, чьи-то предрассудки оборачиваются для нее реальной бедой, наказанием, и вина ее не доказана, Господь все расставляет на свои места. Именно поэтому вот эти слова «она более права», «она правее, чем я», у нее есть все права на то, к чему она стремится, «она имеет право быть матерью, иметь продолжение рода, она имеет право быть замужней женщиной и имеет право на женское счастье». Это то, о чем говорит Библия, и тоже дает нам урок не идти на поводу слепых инстинктов, суеверий, а всегда стремиться к какой-то правде. Здесь есть и другая странность. Все другие языческие народы, да и мы с вами привыкли к тому, что царская генеалогия должна быть безупречной. То есть желательно, чтобы среди предков монарха были образцовые люди, праведники, образцы для подражания, чистые, не осквернившие себя ничем, беспорочные. И действительно, с этой целью все генеалогии всегда подчищают. Но здесь никто не скрывает, в памяти народу навсегда останется то, что среди предков Мессии, среди предков Царя, есть женщины, оказавшиеся в очень сомнительной ситуации, и этот вопрос остается невешенным. Конечно, от того, что в генеалогии Иисуса Христа в Евангелии упоминаются четыре женщины, и каждая из них по-своему вступает в какое-то противоречие либо с законом, либо с этикой, общепринятой этикой, он остается открытым. Это означает, что евангелисту совершенно не важно то, что важно для других, для язычников. И какой это урок нравственности дает для всех нас? Прежде всего, это говорит о том, что чисто – это не там, где не накапливается грязь, потому что это, к сожалению, невозможно. Святость – это не там, где человек каким-то образом может сохранить свою беспорочность. Чисто – это там, где чистят, где наводят чистоту, где очищают. Свято – там, где освящает, освящает Бог. Там, где Бог спасает, там, где Бог искупляет, где Бог воскресает. И там святость. Там, где стерильно, где просто все беспорочное и безупречно. Чаще всего это какое-то лицемерие и что-то очень сомнительное. И в этом смысле библейское понимание праведности, оно очень реалистично. Оно лишено этого лицемерия. Не бывает так, чтобы человек жил и ни в чем не согрешил против Бога. Но это указывает на то, что никакой грех и никакая ошибка не лишает человека духовной силы и его достоинства. Никакой грех не отнимает у человека его сыновство, его избранничество. И это очень важный нравственный урок. Ни в коем случае это не может служить оправданием новых грехов, нового беззакония. Это будет другим лицемерием. Но вот этот реализм Библии для нас очень важен как урок. И Иуда ошибается. Он согрешил против Фомари. Он иногда заходит слишком далеко. Но в Библии говорится, что Иуда сожалеет. Он раскаялся. И поэтому ему возвращается благословение. Именно из его потомства произойдет Мессия. Он становится роднодачальником царской династии. И это урок всем нам. Как нам относиться к нашим ошибкам, к нашему несовершенству. Со смирением, понимая, что Бог из этого может сделать что-то новое, более спасительное, более прекрасное и более святое, чем просто какая-то стерильность и незапятнанность. И все это прочитывается в ключе тех слов, которые в конце скажет Иосиф своим братьям. Он им говорит, вы совершили великий грех, и вы задумали против меня нечто неправедное, коварное и отвратительное. И в принципе все за это должны понести наказание. Но Бог воспользовался вашим грехом для того, чтобы вас спасти. Потому что был бы голод, и если бы Иосиф не оказался в Египте, то они бы все умерли с голоду. И поэтому даже грех, чью-то ошибку, чью-то заблуждение, даже чью-то мимолетную ненависть Бог может обратить в спасение и в что-то очень важное и доброе. И именно поэтому к своим ошибкам нужно относиться со смирением, точно так же, как и к ошибкам других. На портале Экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.